Доброго времени суток, уважаемые зрители. Недавно я построил видео про чистку монет в мульном растворе. И раньше мне попадалось, как я этого моего отца видел, но всё как-то не доходили руки, может, не было особой нужды. Вчера был день рождения Ленина, но я решил к этому приурочить. Можешь снять видео про это. Но построил, что у меня монетки с Лениным. Вот, нашёл всё, что у меня есть. Юбилейные рубли, посвящённые Ленину и вообще Советскому Союзу. Вот. Ну и решил, в принципе, наверное, сейчас возьму. У нас другая мыла. И замочу там эти монетки, и посмотрим, что с этого получится. Видите, монетки. Некоторые почище, некоторые... Тут, наверное, всё-таки отмыть, как вот это видно. Хотя не была она на долгого обращения. Мне попадали сразу, уложились до альбом. Советские альбомы могут желать лучшего по качеству хранения монет. Вот. Ну, пойду строгать мыло, а потом покажу, что цвета получилось. Ну, пока, дофига. Ну, натер я мыло. Бросил в пищевой контейнер. Сейчас залью водичкой. Я буду делать очень жидко. Хочу, чтобы получилась такая масса. Такая густая. Ну, и будем забрасывать монетки. Сейчас вернусь. Ну, вот я растворил мыло. Получилась у меня такая кашица. Я сам не хотел делать очень жидким. Вот. И сейчас мы будем наших ленинов вот так вот туда вставлять. Думаю, так они лучше со всех сторон смогут намылиться. Потому что, если их ложить, то, может быть, так получится, что с одной стороны будет реагировать, а с другой будет лежать на донышке. то мы это сверху так промажем. Ну, и это тоже пойдет сюда. Вот, ленинов я... А, ну, еще 5 рублей, ну, конечно, чуть побольше. Наверное, торчать я постараюсь под углом положить. Вот, я положу под углом, чтобы это все не контактировали. Вот. Ну, наверное, вы знаете, 21 апреля был день рождения у королевы Елизаветы Второй. Вот она, тоже у нас именинница. Ей было 90 лет. Это очень круто для монарха. Она, помню, сейчас самый долго живущий монарх и самая долгая, которая у власти находится. Вот. Ну, у нее тоже день рождения. Давайте тоже к Ленину будут у нас вместе. Такой. Это у меня австралийские денежки. Это сережок. Это у нас тут флорин и шиллинг. Тоже силизареты пусть отмываются. Вот, я надеюсь, что проверял, надо посмотреть, я думаю, что и монетный двор Великобритании, и Австралии, и Канады должны выпустить что-то к 90-летию королевы. Должно быть что-то прикольное. Посмотрим. Ну, вот, в таком состоянии. Сейчас я так все покрою, чтобы покрылась полностью. Так, вроде все покрыло, да? Сложим мылом. это обычное мыло. Вот, обычное туалетное мыло. И теперь это все крышкой закроем и поставлю на денек. Вернусь к вам после того, как через денек. Ну, вот у нас прошло чуть больше суток. Мыло так вот застыло. сейчас я буду доставать монетки и у меня есть такая зубная щетка подрезанная чуть-чуть. Буду я пойду сейчас чистить под водичкой посмотрим, что получится. Скоро вернусь. после мыла смотрим, как монетки заблестели. Это у нас тут дедушка Ленин. Кстати, интересная монета, если у вас такая есть, но здесь всего лишь три спины электронов, то есть три орбиты, а не столько сколько на рисун у меня, то она является редко и стоит дороже, чем остальные. Вот, что касается вообще Ленина, я не знаю, не буду гореть политике сейчас, но могу сказать однозначно, что это была одна из самых ярких таких влиятельных личностей прошлого столетия. Были очень сильные изменения в мире благодаря им. Не знаю, как бы пошло по-другому. Вот, это Ленин у нас, ну и давайте посмотрим Королеву. тоже отмылось. Австралийские монетки. Монетки 60 лет уже. Вот, могу сказать, что когда я вынимал монетки из мыла, то мыло рядом с монетами, там где она лежала была окрашена в такой зеленый цвет. Это видно выходит медь из сплавов этих монет. Ну, это тоже серебро, не самое чистое кробы. Там тоже там, наверное, медь есть. Это укислы. Пыль. Что я могу сказать, мне понравилось чистить мылом. Если вам просто нужно смыть грязь, то это отличный способ, чтобы нежно без каких-то таких радикальных средств отмыть монеты. Мыло очень хорошо подходит. Спасибо, что посмотрели. видео понравилось, ставьте лайк. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Хорошего дня. Пока. Пока.